Добрый день! С вами Лаврентьева Анастасия, и мы снова поговорим об астрологии. Тема, как всегда, сложная. С 3 по 14 марта 2017 года мы видим четкий Тау-квадрат лилит к лунным узлам. Это веха, сложная кармическая веха. Но давайте по порядку. Лунные узлы – это голова и хвост дракона, кармическая ось, ось рода. Она показывает темы, которые род определил для нашего воплощения главными. Мы смотрим по положению Раху, куда нам двигаться, по Кету мы видим то, на что мы можем опереться. Дома, управители знаков, планеты в соединении с Раху показывают нам, в чем будет новый опыт. То есть ось лунных узлов – это вектор развития личности. Есть натальные лунные узлы и транзитные. Тау-квадрат определяет кармический момент, в котором всплывает нужная, ключевая ситуация. Если человек осознает происходящее, его деятельность не диссонирует с планом, то преодоление этой вехи проходит гармонично, спокойно. Если человек не работал над изменением своей модели поведения, то Высшему Я приходится погрузить человека в болезненные процессы для пробуждения. Тау-квадрат к лунным узлам заставляет человека осмыслить его жизненный путь. И еще раз повторюсь, это веха. Мы говорили о том, что душа воплощается, и она уже имеет опыт, который связан с предыдущими воплощениями. Еще накладывается некая карма рода, который берет под свое крыло эту душу. И возникший сейчас квадрат лилит к узлам говорит о том, что очень вероятно, что могут всплыть некие ситуации, испытания, связанные с нашей кармой и кармой рода. И тут следует еще намек на жесткое воздаяние за любые ошибки и неадекватное поведение. То есть, сейчас мы видим, что кармическая лилит в кармическом тау-квадрате к кармической оси. Это не просто масло масляное. Это действительно важный момент, особенно для тех, кто исследует себя и свой род. Лилит, затянутая узлами, указывает на конфликт между прошлым и будущим, между осознанным и подсознательным. В астрологии лилит, напомню, указывает на искушение, слабости, на провокации, на сознательном светлом пути. Она указывает на то, что нужно отработать в себе и в роде. Она усиливает инвалюционные процессы. Черная луна выворачивает наизнанку, то есть, показывает оборотную сторону медали, знака зодиака, в котором находится, или дома, в котором она находится. Лилит либо крайне усиливает качество знака или дома, либо, наоборот, слишком утрирует слабости и пассивные качества. Математический лилит – это максимум лунной функции. То есть, максимально сильное проявление подсознательного, затмевающего осознанное и ум. Кстати, вот почему нужно заниматься самоанализом, разбором архетипов, разбором своего глубокого подсознательного. У большинства людей оно сильно отягощено всевозможными комплексами, скрытыми желаниями, которые не дают достигнуть гармонии и спокойствия. И держат психику луну в состоянии напряжения. И вот еще почему нужно исследовать свой род. По лилит мы видим родовые программы нашего древа, его особенности, его проблемы, которые передаются из поколения в поколение, хотя и с некоторыми перерывами. По лилит мы понимаем причины многих наших ударов судьбы. Лилит, которая затянута узлами, затянута узлами лилит. В данном случае мы говорим о транзитных ситуациях. Так вот, вот эта лилит, затянутая узлами, говорит о всплытии ситуации, по которым наши предки и мы сами в прошлом не смогли сформировать устойчивый положительный опыт. Смотрите тему по дому, в котором у вас находится транзитная лилит. Напомню, что сейчас лилит в стрельце, поэтому смотрите, какой сферой, то есть каким домом у вас в Наталии управляет Юпитер. Вот по вот этим темам, то есть мы смотрим тему дома, где находится транзитная лилит, и тему дома, которым управляет Юпитер, вот этим темам необходимо уделить особое внимание. Это важно для дальнейшего развития. Еще раз напомню, что это действительно веха. Проработав, вдумавшись, проанализировав происходящее в эти дни, то есть с 3 по 14 марта, грубо говоря, 2 недели, вы сможете исправить ошибки предков, почистить род и себя. А также, сделав это, вы создадите благоприятную карму потомкам, исследуйте, записывайте все, введите дневник, анализируйте, помните о циклах, пишите мне в личку в соцсетях, будем разбираться. С любовью, Ваша Настя.